всем привет вот есть такая крышка видите она сломана от холодильника это даже не от холодильника от морозилки вот ее как-то один раз сломали я уже ну три раза точно клею вот заклею а она то видимо замерзает серьезно вот и жена вытаскивает случайно задевает она щек и развалилась ну надоело мне все это дело у меня есть вот такая вот сеточка такая вот сеточка специально для этих целей я от нее отрезал такую полоску и теперь хочу путем впаивание этой полоски вот сюда ну как бы за армировать ее за армировать дальше видно будет что вот она как раз входит по длине прежде чем ее армировать чтобы она не сдвинулась я вот эту половинку припаиваю ну то есть маленьк маленькую часть припаяю к большой части так вот поджимаю и при помощи паяльника примерно начинаю их хотя бы скрепить временно чтобы когда я буду его возить туда-сюда то есть паять меня эта сеточка не сдвинула две половинки относительно друг друга и тогда я вставлю их ее вернее эту крышку морозилку у меня получится что она не подходит потому что она сдвинулась и какие-то параметры ее геометрические размеры изменились ну вот примерно я ее припаял вот видите да 3 или 4 место можно побольше чтобы понадежнее было побольше можно припаять уже большого значения это не имеет главное чтобы она не сдвинулась то есть я участвую только для того чтобы когда я накладываю вот эту вот сетку чтобы две половинки не сдвинулись даже не половинки а две части не сдвинули друг относительно друг друга сетку я должен обязательно прижимать рукой это будет горячо поэтому взял отвертку и при помощи паяльника начинаю вдавливать эту сетку в саму пластиковую основу которые ее припаиваю да будет конечно немножко некрасиво ну будем говорить так холодильника дверки или морозилки все время закрыты если даже там будет небольшое какое-то пятно я его постараюсь зашлифовать чтоб минимальные были неудобства как говорится при эксплуатации будет даже если какое-то пятно ну ничего страшного чем где-то искать может я не знаю сколько это стоит но предполагаю что ну не меньше там 250 300 рублей попытаюсь все-таки отремонтировать она прекрасно впаивается то есть сетка нагревается и ложится вовнутрь вот этой пластиковой основу то есть крышки одну сторону и вторую появится прям хорошо появляется некоторые пластмассу разогреваешь разогреваешь она видимо термостойкой это вот какая-то такая честно сказать нарушечная быстро придут нагревается паяльник то не мощно только тут я даже не вижу мощности его то есть первые разы я паял более мощным паяльником боясь не прогреет там еще что-то посмотрим сейчас запаяю сейчас самое главное и утопить утопить вот в эту пластмассу и чтобы сетка служила ну как строительстве арматурой то есть вот дом строишь когда без арматуры я сам строитель по образованию да их по жизни наверно потому что все время что-то строю делаю больше строю наверно ты про рабом проработал 12 лет тут вот где такая эту мелкую сетку она вроде бы мелко тут будет держать ой-ой-ой если хорошо схватиться ничем я не стал обезжиривать очищать хотя по-хорошему то нужно было это сделать прям вот как есть надеюсь на то что эта сетка широкая и все равно она найдет точки соприкосновения более стараюсь всю прогреть посмотрим как и подниму нет она вот этой белой не припаивается значит пайку продолжаем хожу по центру а потом уже от центра расправляя и эти вот волны отхожу паяю дальше долго конечно муторный процесс относительно ну я думаю стоит того пасмаска уже боялась находится наверху ну вот почти почти запаял сейчас еще про хору все маленькие сказать выпуклости неровности здесь вот не пропаяны прям видно так хорошо впеклась или как она туда вжалась пластик думаю будет достаточно с одной стороны сейчас еще запаяю посмотрю покручу и плоскость вроде пропаял а вот здесь вот может быть видно вот в этом месте не пропаяна опять запаяю без сеточки а может и наложу сейчас сеточку не знаю что она тут имеет так сказать немаловажное значение потому что возможно здесь нагрузки удары происходят дополнительные сейчас вырежу сеточку тоненькую сейчас только вот до появивших все таки пропаял маленько пошевелил прогрел она что-то не очень захотела держаться решила лопнуть поэтому наверно придется мне все таки отрезать сеточку вот такой вот сейчас примере да примерно миллиметров 5 шириной и миллиметров 12 длиной сейчас я накладу к нам еще разговариваю как развертал я еще развертал я на этой университете посвращал я не могу вот это же очень сильно нас Так, уложим и начинаем впаивать. Опа, не перестараться бы. Так, 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 сейчас мы вот так вот повернем, чтоб было видно. И попытаемся все-таки впаять. Вот так. Вот так. Это вроде бы изгиб. Работает, когда эта крышка, как правильно, заслонка держится, вставляется, то есть, вот, а держится вот вон на этой штуке. Все равно желательно пропаять, чтобы исключить варианты поломки. Из-за того, что плохо пропаял или сеточку не положил. Вот решил положить все-таки сеточку. Так, так, так. Вроде бы впаял. Утопил эту сетку. Эх, комарики покусывают. Утопил эту сетку. Не знаю. Должно быть надежно. Буду эксплуатировать, не знаю. Как сломается, обязательно выставлю на видео. Так, что у нас с этой стороны? Вот она, видите, щель вот эта. Придется ее, что делать? Прижимать. Прижимать. Схватывать. Вот не схватил перед тем, как сетку упаял. И она немножко отошла. Надо было сразу схватить эти места. Пусть остынет. Пластмасса не очень качественная. Хоть вроде и холодильник не дешевый, так сказать. Не холодильник, а морозилка. На совести производителей, так сказать, отрежем еще сейчас кусочек. Вот она. Сейчас я ее прихвучу. Вот так вот немного загнул, как бы пытаясь придать форму. С уголка начинаю вдавливать ее, чтобы она зафиксировалась. Ну, некрасиво, некрасиво, согласен я. Можете меня ругать. Ну, крайне нужна крышка. И крайне охота платить за нее деньги. Просто так. Ну что, заклеить заклеил с этой стороны. Здесь вот заплаточку сделал. Вот здесь вот, здесь вот заплаточку все это впаялось. Все это держится. А вот эти щелчки, это потому что с этой стороны, с этой стороны я не проклеил. Ну, более-менее здесь видно эту щель. Вот я ее пытаюсь сейчас заплавить. Ну, как бы хотелось немножко, хотя бы чуть-чуть сделать эстетично. Хотя тут до эстетики уже, как до луны пешком, усилю еще хотя бы чуть-чуть. Думаю, может быть, и с этой стороны наложить эту ленточку. Так. Напал. Ну, перестал отрещать. Вот, заклеил. Вроде остыло. Вот, шевелю. Ничего не трещит. Ну, блин, как-то больно. И сверху неохота клеить. Вот, все-таки я решился. Вначале здесь вот на изгибе, то есть нагрузки-то в основном в начале, когда тут изгибаешь, а в середине она плоская вся. Здесь вроде бы вначале я сделал, а здесь нет. Ну, решил вот сюда вставить. Так же точно топим, впаиваем. Я думаю, это, конечно, надежность увеличит. Уже об эстатике, еще раз говорю, мечтать не приходится. Да и не нужна она. Мне пойдет. Кому, может быть, этот совет пригодится, смотрите. Как говорится, я буду очень рад. Ну, все. Вроде бы проверим еще. А, вот здесь еще острые края. Острые края. Сейчас мы их попытаемся загнуть. На излом ничего не трещит. Сейчас еще пройду мелкой наждачкой вот здесь. Вот так вот. по вот этому шву. Маломалка. Маломальски. И сделаю посимпатичнее. Ну, чтобы было понятно, я беру наждачку и такими легкими движениями заклейку пластика пытаюсь превратить в гладкий пластик. Заклеенный шершавый пластик пытаюсь превратить в гладкий пластик. Ну, так. Продолжаю. Вот в этом месте шуркую и обнаружил, что здесь не прогрето до конца шов. Ну, решил все еще вот такой вот квадратик медной сеточки. Видно, нет вклеить. Вот так вот, попытаюсь сейчас вклеить все-таки. Ну, надоело уже она. Игры за три уже развалилась, если не больше. Надо было с первого раза клеить сеточкой. Ну, хотелось красиво. Поначалу даже ее не видно было. А сейчас уже не до красоты. Лишь бы было прочно. Сверху пластик, сверху сеточки размажем, раздвинем. Ну, вот. Хотел одну наклеить, а уже четвертую клею. Впаиваю, так сказать. Четвертую заплаточку снаружи. Вот так вот. Они, когда поменьше, они лучше прогреваются. Сразу тонут. как-то как-то немножко поприятнее с ними работать. Надо было и с той стороны на небольшие куски разрезать. вклеивать. Вот. Заравняем сверху. Чтобы все было в этой пластике, в этой пластмассе. Значит, заклеил я с горем пополам. Ну, как с горем было, заклеил. Немножко, конечно, некрасиво, уже тысячу раз повторил. Пойдет, зато крепко. Зато теперь, я думаю, не развалится. Сейчас самый ответственный момент при мерке. Открываем морозилку. Опа, чуть не ударил. Чуть не ударил. Вставляем. Все. Все отлично. А здесь уже запотело. А здесь вот еще новенькое. Никуда не дается. Все. Спасибо за внимание. Делайте крышки. Не так уж тут и страшно это выглядит. Хорошо.